Первая Крымская интернет-мультирадио Уважаемые зрители, вы смотрите программу «Знай, люби, гордись», которая посвящена истории Таврической губернии, все, что связано с историей нашего любимого края. У нас в прямом эфире Надикта Виктор Михайлович, это старший научный сотрудник Центрального музея Тавриды в городе Симферополя, и Макеев Сергей Карпович, это директор крымской сети «Фуршет». Телефон прямого эфира 065-0652, это код города Симферополя, и 53-40-40, это телефон, по которому вы можете позвонить в студию, задать интересующие вас вопросы. Тема нашего сегодняшнего эфира – все, что связано с развитием военной истории в Крыму. Мы будем говорить о музее, Центральном музее Тавриды, мы будем говорить о бизнесе, о взаимоотношениях бизнеса и истории, и культуры. Мы будем говорить о геральдической палате Тавриды, для чего существует такой предмет, как геральдика, для чего это нужно людям, что это им дает. Мы хотим дать слово Виктору Михайловичу Надикте по этому поводу. По поводу геральдики или военной истории. И военной истории геральдики. Давайте начнем. Давайте, наверное, все-таки начнем с геральдики, потому что она старше, хотя трудно сказать, что старше военной истории или геральдика. Существует, наверное, заблуждение, которое очень часто нам не позволяет правильно взглянуть на эту вещь, на эти предметы. Заблуждение заключается в том, что мы, посещая музейные залы, и смотря по витринам, то, что хранится в коллекциях, все время обращают внимание на какие-то изысканные предметы. Фарфоровая посуда, например, ложки серебряные или золотые, блюда самые разнообразные. Естественно, они украшены геральдическими знаками. И когда речь идет о владельцах, то, безусловно, называются достаточно известные фамилии, как, допустим, граф Воронцов, к примеру, или князь Суворов и так далее, этот список можно перечислять до бесконечности. И вот в связи с этим и возникает такое расхожее заблуждение о том, что геральдика – это удел аристократов. На самом деле это не совсем так. И связано это с очень простой, казалось бы, обыденной вещью. Каждый из нас мечтает, чтобы его имущество было каким-то образом сохранено. А для того, чтобы узнать свои вещи среди целого ряда похожих, он их метит самыми разнообразными способами. Так вот, собственно, суть геральдики заключается именно в этом. Личное клеймо, личная метка его владельца. А отсюда, естественно, возникает и самый главный вопрос, и, естественно, самый главный и ответ. Геральдика – это, собственно, система знаков личной собственности, которой могут пользоваться все без исключения личности, которые, говорится, считают необходимым таким образом узаконивать свои права. Другое дело, что те предметы, с которыми мы сталкиваемся регулярно, они как бы выпадают из, опять же, обыденного восприятия знаковых систем, крестиков, ноликов, квадратиков или чего-нибудь еще подобного. Вот это очень красивые картинки, очень глубокомысленные картинки, в которых заложена, скажем, многоуровенная система символики и знаков. Для многих она, особенностей сейчас, не совсем понятна. И поэтому мы, когда сталкиваемся с геральдическими изображениями, безусловно, уже рассматриваем их чуть-чуть не так, как на них смотрели 100, 200, 300, а то и 500 лет назад. Кто является покровителем Крыма? Какой святой? Ну, покровителей у нас как бы много, потому что, если говорить об античных временах, это богиня-дева. А более, так сказать, близкое к нам время, это принято считать, что покровителем Крыма является один из, в общем-то, самых почитаемых фигур, это Андрей Первозванный, святой апостол. Поэтому... Все крымские города имеют правильные геральдические знаки, гербы? Нет, конечно. А какие вот имеют правильные геральдические знаки? Ну, во-первых, понимаете, в чем дело. Если мы будем говорить о правильных или неправильных знаках, значит, мы должны будем, кажется, порассуждать, собственно говоря, о правилах. Но дело заключается в том, что геральдика – это не респруденция. Здесь нет закона, как говорится, прямого действия или закона, который требует дополнительно какого-то подзаконного акта, регулирующего статью и норму этого закона и так далее. Геральдика – это, скажем так, саморазвивающийся и в то же время не ограниченная какими-то рамками философская структура. Нет, философская структура в данном случае. Потому что геральдика – это историческая дисциплина, которая изучает сами гербы. Это, в общем-то, уже, ну, так сказать, образная или, грубо выражаясь, рутина такая своеобразная. Дело в том, что люди ведь придумывают разнообразные правила. И поэтому, как мы с вами договоримся сегодня, так, кстати, эти правила и будут работать. Но если мы договоримся о чем-то ином, изменим эти правила, то, соответственно, мы будем говорить уже, точнее, констатировать тот факт, что все, что было наработано предыдущими, оно неправильно. То есть, мы таким образом можем совершенно запутаться. Поэтому геральдика, она не понимает такого термина «неправильный». Скорее всего, речь идет о определенных отступлениях от традиций. Ну, например, чтобы, кажется, как бы было попонятнее, о чем, собственно, идет речь. В геральдике есть такая традиция, такое правило. Металл на металл не накладывается. То есть, ежели фигуры изображены желтым цветом, золотом, на серебряном поле, то это есть нарушение. Собственно, природа этого явления очень проста. Все лежит, так сказать, в художественном восприятии изображения. Оно должно быть контрастным. А белое на желтом или желтое на белом – это просто изображение, по сути своей, не контрастное. Поэтому вы помещаете белое или желтое на любом другом цветном поле. Тем самым вы добиваетесь элементарного контраста. Ларчи, как известно, открывается достаточно просто. Но, кажется, в геральдике как раз-таки вся прелесть заключается в том, что вся геральдика состоит из подобного рода «но». Дело в том, что существовало в свое время такое Иерусалимское королевство. Образовалось оно в ходе крестовых походов. На подробностях этого затявления мы останавливаться сильно не будем. Так вот, это королевство было единственным в своем роде. Организовано среди арабских народов, среди тех, кто не поддерживал христианскую веру. И поэтому гербом для этого королевства было выбрано золотые кресты на серебряном поле. В последующем эта традиция использования металла на металле перешла, естественно, и к первосвященнику римской католической церкви, папе римскому. Посмотрите на флаг или герб Ватикана, и вы там, кстати, увидите практически то же самое. Золотые фигуры на серебряном поле. То есть, нарушение правила, это свидетельствует об некой исключительности того явления, которое это себе позволяет подобного рода нарушения. Поэтому, возвращаясь к гербам Крыма, мы не можем говорить о том, правильны они или нет. Они просто были созданы в разное время, подчиняясь разным традициям. Поскольку традиции меняются, то, естественно, и меняются их изображения. Но существуют же ведь каноны. Каноны существуют. И существуют каноны, фигуры. То есть, живет человек. В любом случае, человек окружен некими символами, которые с древности эти символы используют. Символы имеют различную трактовку. Есть какие-то символы, которые символизируют удачу, успех, какую-то позитивную сторону несут. Есть ведь символы, о которых даже не догадываются, но могут их использовать в своей личной геральдике. Да, вы правы. Это может сказываться на какой-то энергетическом поле, на судьбе. Да, вы правы, именно так. Но, с другой стороны, опять же, давайте, например, сравним два герба крымской автономии. Даже можем три герба сравнить. Тот, который предлагался в 1918 году, тот, который существовал в период функционирования Крымской АССР как автономного государственного образования и современной нашей автономии. Это как бы принципиально будут три разных изображения. На одном это изображение будет в голубом щите, рассеченном пополам, изображение татарской тамги и изображение святого Георгия. Это будет, как говорится, одно изображение. Да, у этих изображений есть символика. У этих изображений есть смысл, безусловно. Потому что тамга – это родовой знак гиреев, которые всю свою сознательную жизнь правили крымским ханством 500 лет без малого. С другой стороны, святой Георгий – это исключительно христианский символ, защитник воинства. Это символ, так сказать, борьбы добра и зла. Потому что воин на коне белый – это добро, а внизу в ногах лежит черный змей – это зло. И он его поражает копьем. Это герб Москвы, да? И герб Москвы в данном случае в том числе. И изображение святого Георгия, оно кочует по гербам очень многих городов. В данном случае, так сказать, как бы речь идет о том, какую вы мысль таким образом хотите выразить. Если рядом мы посмотрим на изображение герба крымской автономии, образца 1921-1938 года, то это будет принципиально другое изображение. Во-первых, так сказать, это будет герб Российской Федерации, который был принят в 1918 году. Классического щита гербового мы там не увидим. Вместо него будет фигурный картуш, на котором изображен серб и молот. В лучах парадокс, кстати. Да, по описанию восходящего солнца. Но весь фокус заключается в том, что в геральдике подобное изображение солнца трактуется как заходящее. А восходящее солнце, оно изображается немножко иначе. И вокруг, вместо разнообразных щитодержателей, которые приняты на различных гербах дворянских фамилий, мы вдруг видим колосье, венок из колосья. Все остальное, как всегда, девизная лента, девиз пролетарии всех стран, соединяйтесь и так далее. Даже коммунистам не чуждо, да, геральдика? Вы понимаете, в чем весь фокус-то в данном случае? Что с точки зрения как бы философской, это точно такой же герб, который подвержен правилам. Подчиняется правилам. Подчиняется правилам. Потому что здесь есть все элементы. Но эти элементы абсолютно не такие с точки зрения художественного исполнения, нежели те, которые рисовались в 19-м, 18-м и ранее. То есть, это своеобразная, тоже такой вот она, ну, скажем так, революционный, что ли, отказ. То есть, художник, геральдист, кстати, очень высокого класса, допустим, Нарбут или Бетинский, которые рисовали гербы для Украинской Народной Республики. Они изобразили все это в той манере, в той художественной традиции, которые, так сказать, они рисовали, которая, так сказать, была им родной. Но в то же время они как бы учитывали вот эту вот геральдическую традицию именно по правилам. Но здесь-то понадобилось изобразить герб принципиально нового государства. Значит, нужно было найти какие-то абсолютно новые художественные образы. И они были там найдены. И в качестве третьего мы можем поставить рядышком наш герб Автономной Республики Крым. Это фактически возврат к традициям. Гербовый щит классической формы, так называемый варяжский треугольный, с немножко закругленными боками и острым нижним краем. Фигура серебряная на красном поле, как по традиции. Плоская, как и положено было изображать в геральдике. Щитодержатели, да, они, может быть, немножко не похожи на грифонов, на единорогов, на львов, на какие-то другие фигуры. Но они являются щитодержателями. Это две колонны, две античные колонны. И девизная лента. А солнце у Крыма хоть восходящее? В данном случае, кажется, солнце не восходящее и не заходящее. Оно просто солнце, потому что оно является навершием, клейнодом. Поэтому изобразить его там можно как угодно. Но у нас это как изображено? У нас, кажется, солнце с расходящимися лучами, которые находятся в клейноде. Оно так и по описанию. Поэтому у нас не захочется. Не хочешь, чтобы его закатная? Нет, нет, нет. Дело в чем? Дело заключается в том, что мы должны очень четко разделять несколько, вещей. Гербом является только то, что находится на геральдическом щите. Те гербовые фигуры, эмблемы, символы, знаки, которые мы туда помещаем и которые каким-то образом мы пытаемся через них выразить свою философию, свою мысль. Все, что находится за пределами гербового щита, это суть украшения. И к ним эти правила уже неприменимы. Как у нас описывается грифон? Он у нас... Шествующий грифон с жемчужиной, вытянутой колецолапи, держащей жемчужину. Что это обозначает? Это обозначает то, что жемчужин – это суть Крым. А грифон ее, так сказать, бережно держит. Он ее охраняет. Все дело в том, что в 1992 году были большие дебаты по поводу того, что должно быть изображено на гербе. И поэтому грифон там, в принципе, не случайен. Его, скажем, философия, она менялась всегда. И нельзя говорить о том, что он был всю жизнь, так сказать, фигурой, скажем так, положительного или отрицательного направления. В ряде случаев это могло быть и, скажем так, порождение демонических сил. Но в основе своей, как античная традиция, в данном случае, используется именно это направление, грифон является защитником, потому что он, по греческой легенде, стерег золота в северных странах от аримаспов и не давал-то с этим расхитить богатство. Таким образом, в данном случае грифон выступает именно как оберег, как защитник. И держит он в лапе, собственно говоря, Крым. Он его и защищает. Сергей Карпачев, а вот вы часто ездите по Крыму. У нас где-то на въезде в города, вот есть где-то гералитические знаки городов? Есть, конечно. Вот я в Ялте только видел. В Ялте, Севастополе, Юпатория, Керчи, практически везде. В везде, да? Есть, практически везде. В крупных городах, да. И да, и грифон, правильно, подчеркивает наши античные корни, то есть, что города наши зарождались в античные времена. Просто в 1942 году тут кое-кто доказал, что зарождение крепостей и городов было именно готами. Ну, опять же, давайте, кажется, определимся с термином, что есть суть готы. Дело в том, что если мы будем судить по фильмам, Атила там и ему подобным, то вот готы – это вот некие племена, которые захватили Рим. Вот, но на самом деле Годский союз – это очень большое объединение самых разнообразных племен на огромной территории. От Бреста до Одессы, если с севера на юг, посмотри. Брест французский? Нет, Брест белорусский пока что. До французского они не дотянулись. И с востока на запад – это, по сути дела, от Подонья до Рима. Остготы, Вестготы – самые разнообразные. Причем туда попадали племена, которые практически никакого отношения к этим готам-то не имели. А Теодорик, который возглавлял готов, которые жили… Это в основном, так сказать, те племена, которые проживали в Западной Европе. То есть в Подунавье, в Верхнем Рейне и так далее и тому подобное. Это те, которые, в общем-то, нам хорошо знакомы вот как раз-таки по вот этим всем кинофильмам. К нашим, так сказать, готам они имеют меньшее отношение. Потому что у нас немножко, как бы, так сказать, это племена другого происхождения. Они члены этого союза политического. А в древности в Крыму использовались еще какие-то геральдические знаки? Какими народами? Нет, ну давайте, кажется, все-таки мы остановимся на том, что геральдика, герб – это термины относительно молодые. Им всего лишь около тысячи лет. Поэтому, когда мы рассуждаем об античной традиции, о более ранних временах, мы не можем пользоваться этими терминами. Поэтому мы можем говорить только лишь о каких-то знаках, о символах. Да, в Херсонесе, допустим, было монетное обращение. Но мы не можем говорить о том, что те фигуры, которые были чеканены на этих монетах, они являются судь-гербом Херсонеса. Не можем. Потому что они менялись. И чаще всего это были, так сказать, для людей неграмотных, обозначениями номинала. Когда берете монету и смотрите, что там изображена лань, О, это значит тетрахалк. А ежели другая какая фигурка, значит это уже обол. И так далее. То есть, в данном случае мы как бы с нашей позиции людей достаточно грамотных, с высшим образованием многие, мы рассуждаем современными категориями, на самом деле не так. В том же Пантикопее, вот у нас принято считать, что вот изображение с сатиром, это суть герб Пантикопеи. Или же, кстати, грифон с ветвью этого, с колосом. Но на ряде монет только, конечно, оно не на каждой. Гербом он может стать только в том случае, если он будет чеканиться на любой монете. Так как это делается сейчас. Возьмите любую монету Украины, и вы увидите, что на одной стороне стоит номинал, копейка 2, 5, 10 и так далее, а на другой стороне герб данного государства. Возьмете другую страну, будет то же самое. Возьмите, кажется, центы Евросоюза. С одной стороны, это одно, с другой стороны, каждая страна чеканит свою эмблему, то есть для внутреннего употребления. Вот это есть, кроме номинала, еще та самая решка. Тогда в античности такого просто понятия не существовало. Поэтому, когда мы говорим о знаках, мы должны говорить о том, что были какие-то традиционные символы. Чаще всего это были некие божества или тотемы, которые таким-то образом считались оберегами для данных территорий. Но это пока что еще к несчастью или, может быть, к счастью, не гербы. Гербами они станут только потом, после крестовых походов. Виктор Михайлович, а вот сейчас есть интерес в Крыму, Геральдике? Есть интерес, чтобы люди обращаются, они хотят узнать о своих корнях? То есть вот они всем этим интересуются. То есть мы возвращаемся к этому или нет? Вы знаете, интерес был как бы всегда. Но есть как бы два вопроса. Родословным своей семьи занимались многие. Ну, таком, скажем, на дилетантском уровне. Потому что кому неинтересно знать, кто твой отец, дед, прадед. Но весь фокус заключался в том, что мы дальше этого, поскольку нам могут рассказать наши родственники, мы не могли двинуться, поскольку не было доступа, скажем, к архивным документам. Такой был порядок просто работы в архивах, что не каждому человеку был возможен туда допуск. Сейчас это проще. Любой из нас может сделать соответствующий запрос. И если таковые документы в архиве существуют, он будет, естественно, в полной мере проинформирован. В случае необходимости и ознакомлен с ними, так сказать, девизу. С другой стороны, всегда занимаясь краеведением, так или иначе, многие сталкиваются с родословиями тех, скажем так, имений, владельцев имений, которые на нашей территории когда-то существовали. Что там далеко ходить, там тоже тот же самый санаторий у тесными, например, и так далее. Список можно перечислять до бесконечности. Гарин и хул. Да, 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 да. Вы тоже можете, в принципе, получить доступ, кажется, к каким-то родословным документам, связанным с этой семьей, как научный следователь. Другое дело, что все это не получало, скажем так, такого развития в качестве, ну, если выражаться современным языком, что ли, бизнеса. То есть, каждый занимался для себя. Есть интерес, занимался. Нет интереса, значит, это ждет, так сказать, как бы своего часа. Вот сейчас, поскольку многие люди действительно заняты, очень серьезно заняты, не имеют времени этим заниматься, они предлагают провести подобные исследования каким-то специалистам. Вот и обращаются к ним. Естественно, не за бесплатно. Это вот керамическая палата Таврида у нас этим занимается, да? Ну, в общем-то, она пытается пока что, так сказать, развернуть подобного рода деятельность, потому что все-таки есть определенные сложности. Дело в том, что, скажем, документы гербового архива хранятся в Санкт-Петербурге. Документы очень многих дворянских собраний хранятся не по месту, так сказать, их создания. Сергей Карпович, а у вас, вот как у коренного крымчанина, у ваших предков был герб? Не узнавали, никогда не интересовались? Нет, я думаю, герба не было. У меня предки были простые люди, в общем-то, да. Одно колено, что я знаю, из-под Киева, в Лениной матери, второе из-под Ленинграда, из-под Санкт-Петербурга. Ну, здесь еще, не, то есть, это 2-3 поколения, 4 поколения, которые здесь родились. В Крыму, да? В Крыму, да. То есть, достаточно давно. Поэтому, ну как, я считаюсь коренным крымчанином. Более, это уже, конечно. Тем более, что, как, здесь и в Симферополе бабушка моя родилась, и мама родилась здесь в Симферополе, и я родился, поэтому я коренной Симферополец, и, ну как, вот, как-то в молодости мне история, ну, интересовала, ну, там, постольку-поскольку, исторические романы, такое вот все. А потом, а потом, а потом, а потом, как-то вот с возрастом уже, несмотря на то, что я, ну, совершенно другое образование получил, и основную работу технического направления у меня была, ну, как-то стал больше задумываться. Вообще, и не просто задумываться, это очень интересно. Мы, к сожалению, годы уходят, а мы не знаем практически ничего. И чем больше вникаешь в эту проблему, чем больше понимаешь, да сколько мы не образованы в этом направлении. То есть, раньше и образование, в общем-то, в этом направлении, ну, как, не продвигалось. То есть, история была достаточно однобокой. Не культирировались просто традиции. Да, да. Поэтому... Вот много мест в Крыму, которые, ну, на первый взгляд, вроде как и далеко, вроде о них и никто ничего не знает. Вот едем по трассе, допустим, на Севастополь. Вот поворот на Песчаное, на противоположной стороне есть пригорок. Вот на пригорке стоит, как мы ее правильно назовем, ну, колоннада. Как мы ее правильно назовем, там, где вот Потемкин чай пил. Ну, вы имеете в виду ресторан, да, сайт, приятное свидание. Нет, на пригорке стоит беседка. Ну, беседка или ротонда. Ротонда. Ну, вот она ротонда. Это один из сохранившихся памятников. Вот он стоит на пригорке, едешь, смотришь, стоит памятник. В таких, в усадьбах такие ротондочки строились достаточно часто. А это ведь ротонда была построена именно для того, чтобы... Как элемент садово-парковой архитектуры. Ну, а это у нас как памятник. Ну, у нас много таких вот памятников. Вот, допустим, дача Кеслеров, например, в Лозовом... Дом графини Манжене в Пионерском. У нас много таких памятников. А вот усадьба Грибоедова, потому что и парк сохранился, и дом сохранился, и он имеет такую историю. Под Симферополем буквально вот к нам на фестиваль приезжали люди, которые специально совершали тур, не приехали из Санкт-Петербурга. Вот они мне звонят и говорят, мы хотим приехать во время Крымской войны, там был госпиталь русской армии, именно вот в Саблах. И мы хотим приехать к вам в Вилино на военно-историческую реконструкцию, а потом поедем туда. У вас есть люди, которые могут рассказать об усадьбе? Я говорю, ну, в общих чертах только, скажешь, к сожалению, потому что мы вот детально на самом деле не знаем. Нет, ну, дело в том, что все-таки, скажем так, туристический бизнес у нас достаточно все-таки развит. Но он у нас специфичен. Он у нас очень специфичен. Слабо развит почти. Ну, я здесь не согласен. Давайте мы все-таки будем… Нет, тут я с вами не согласен. Дело в том, что у нас очень много разнообразных туроператоров, которые занимаются не только продажей турпутевок в санаториях и домах отдыхов. Вот. У нас есть очень много частных экскурсоводов, которые готовы повезти вас куда угодно, и это достаточно эрудированные люди. Весь фокус заключается, как бы, в данном случае в другом. Востребованности. С одной стороны, и, скажем так, ну, в рекламе, что ли, этого продукта. Они, сами туроператоры, я не думаю, что они верят в то, что на самом деле это можно развить. Вот мы развиваем село Вилино. Это достаточно сложный процесс, несмотря на то, что он стоит вообще на пересечении дорог. Процесс, да, процесс это действительно достаточно сложный, но, скажем так, вы же в данном случае выступаете как бизнесмен. Значит, если у вас нет предложений финансовых со стороны желающих посмотреть, как бы, вот этот маршрут, вы предлагаете его, допустим, то, естественно, вы его и не вводите в оборот. А вот здесь... С другой стороны, кажется, приходят люди и говорят, а я вот хотел бы поехать туда-то и посмотреть. Говорят, да, говорит, пожалуйста, мы вас можем повезти, но если вы один и оплатите, то это стоимость всего тур. То есть, в данном случае, как бы, конфликт, определенный конфликт интересов возникает. Конференциации цены. И вот, я думаю, что Сергей Карпович подтвердит, что здесь, ну, бизнес немножко не готов, вот этот туристический бизнес воспринимать. Вот у нас будет выставка, в Лондоне будет представлен Крым. В данном случае это уже как бы проблема бизнеса, а не проблема, скажем так, исторического наследия. 8 ноября в городе Лондон будет представлена Автономная республика Крым на стенде Украины. Так вот, я посетил его, этот стенд в 2007 году. После того, что я там увидел, я спросил только один вопрос. Скажите, вот то, что здесь сейчас есть, это было так всегда? И люди сказали, да, это так было всегда. Я говорю, подождите, то есть мы не показываем ни свою самобытность, мы не показываем то, что интересно людям. И людям интересны войны, людям интересны народы, пещерные города, музеи, собрания музеев крымских. Ну, конечно, они немножко опустошились после Второй мировой войны. И гражданская война здесь пробежала, и много культурных ценностей ушло. Но в любом случае здесь есть чем гордиться. Тот же самый центральный музей Тавриды. Мы неоднократно обращали внимание и крымчан, и гостей Крыма, полуострова. У нас на сайте висит информация до сих пор. Мы хотели сделать такой проект, который называется «Выходной день в музее». Мы приглашали крымчан, и вот у нас шла обратная связь. Люди говорят, вот вы знаете, мы пришли, мы купили билет, и маленькие вот эти вот экспозиции, которые вот открыты для доступа, для обозрения, они вот как-то не так маленько, компактно. Я говорю, ну все правильно, совершенно верно, это недостаток финансирования. В любую развитую страну приедь, все живут вокруг центра культуры, это музей, театр. В Крыму это вот оно как погибло где-то в 90-х годах, так мы потихонечку восстановиться не можем. Нет, Сергей Алексеевич, значит, здесь давайте мы разделим как бы несколько проблем. Проблема туризма – это одна проблема, значит, что если говорить о Центральном музее Тавриды, в целом, в двух словах буквально, значит, действительно существовал музей на улице Пушкинской, номер 18, где была полномасштабная экспозиция на двух этажах «Природа и история». И, в общем-то, тогда, 20 лет назад, музей давал государству и доход. Вот, была организована система экскурсий, тот же самый Крым Тур, просто привозил автобусы в далекое советское время. Вот, и даже в субботу с воскресеньем, когда, казалось бы, все люди отдыхают, наоборот, это были аншлаги, и экскурсоводы вынуждены были вести по пять, по шесть экскурсий. Это одна сторона вопроса. Музей вынуждены были поставить тогда на капитальный ремонт, потому что, если бы он работал еще год или два, у нас бы просто упал бы потолок и провалился бы, так сказать, второй этаж вниз. То есть, природа с историей бы, да, с этим? Да, да, причем в таком очень интересном бы это было, так сказать, конгломерате. Поэтому, естественно, возник вопрос о передаче здания бывшего обкома партии, в Министерство культуры и разворачивании там музея. Не наша вина то, что это упало на 90-е годы. Ну, пострадали все. Вот. Не наша в этом вина, потому что нам необходимо было, прежде чем развернуть экспозицию, просто хотя бы вернуть та, которая стояла раньше, нам необходимо было приспособить здание из кабинетов клерков создать экспозиционные залы. Это практически… Архитектурно сложно. Да, нужно было вынести перегородки между кабинетами, в ряде случаев это были деревянные, в ряде случаев кирпичные, нужно было заменить полы, положить, так сказать, вместо того протертого паркета новые и так далее, и так далее, и так далее. Нужно было поставить сигнализацию, нужно было усилить перекрытие, потому что у нас есть крупномасштабные экспонаты, и так далее, и так далее, и так далее. Люди все равно, я смотрю, возвращаются в музей. Поэтому тогда был выбран как бы щадящий режим. Была создана сеть выставочных залов. И на сегодняшний момент мы имеем природу, которая является постоянно действующей выставкой. Это все, что населяет Крымский лес? Да, мы имеем, так сказать, геологию, тоже в качестве, может быть, немножко усеченной, но тем не менее, это тоже постоянно действующая выставка. Вы можете ознакомиться с моллюсками, которые здесь миллионы лет назад плавали во всемирном океане, и так далее, и тому подобное, с геологическими различными срезами, из которых сложен наш Крымский полуостров. Исторические отделы сейчас присутствуют какие? Мы имеем на сегодняшний день постоянно действующую прошлое Тавриды. Это от Палеолита до Крымского ханства. Вся, так сказать, древняя история. Мы на сегодняшний день имеем историю Таврической губернии, постоянно действующую. Это, по сути дела, экспозиционный зал. И мы имеем период Второй мировой войны. Нам осталось сделать всего две вещи. Это с 1905 года по 1941 построить зал и немножечко, как говорится, расширить после Крымского ханства до присоединения Крыма к России. И мы получим в модульной системе полностью, кстати, весь исторический процесс, процесс постоянно действующих экспозициях. Витрины сейчас у нас, кажется, новые практически всегда заказываются. Мы не работаем на старом оборудовании. Да, это очень сложный процесс. Это иногда очень долго. Но, тем не менее, вот в этом году мы построили фактически два полных зала. В следующем году, когда у нас будет 90 лет нашему музею, мы хотим этот процесс как раз-таки завершить. Это, что касается инженерно-строительных, финансовых и прочих вопросов. Самых сложных. И прочих вопросов. Да, процесс был сложный, он длился 20 лет. Но мы постепенно эту задачу пытаемся решить. Сергей Карпач, помните этот музей, да? Конечно. Когда он был на улице Пушкина, да? Конечно, да. Ходил, сам туда ходил, потом детей своих ходил туда. А вот турпродукт, это совсем, кажется, другая песня. Тут к нам, к примеру, туроператор не привозит экскурсантов, заявляя, допустим, мотивируя это тем, что, а вот мне по вот этому маршруту будет провести дороже. Ну, я здесь не согласен. Бизнес-интересы в данном случае становятся на первое место. Я здесь не согласен. Почему? Потому что вот даже в Лондоне будет представлен Крым, он не раскроет потенциала крымского. Безусловно. Он не раскроет. Нами написана программа, была в 2003 году, нами была написана программа развития автономной республики Крым на основе этнокультурного исторического прошлого. Не использовать этот потенциал, по большому счету, это неправильно. Потому что, если присмотреться к рекламе Турции, то реклама Турции, вся реклама Турции строится, ну, 10% на национальных особенностях, 90% на культурных. И, кстати, они используют в основном памятники античной византийской эпохи. Безусловно. Вот. Самое интересное, самое интересное, мы, имея это, не представляем это никаким образом. Ну, и вот предложили вот вариант, к сожалению, нас никто не слышит. Мы предложили в этом году вариант сделать так. Выставка работает, по-моему, три рабочих дня. Мы первый день хотели сделать крымскую скифию, абсолютно черный стенд, на котором будут большие изображения, знаменитых изображений крымского, из скифского золота. Но не скифского золота, то есть, ну, какие-то, какие-то виды, какие-то картинки. Соответственно, люди, которые находятся на стенде, одеты в национальные одежды скифов. Потом, допустим, у нас бы были, там, мы вот спорили долго, это могли бы быть греки, могли бы быть и разнообразие. Это могли быть там, я не знаю, разноплеменные. Мы, собственно говоря, ответили на свой вопрос. Вас никто не слышит. Совершенно верно. То есть, в данном случае налицо, как бы, совершенно разный подход к решению этих проблем. Мы, со своей стороны, как бы, предлагаем, а те, кто имеют бизнес-интерес, те, кто имеют финансы, они вас не слышат, потому что им подобный проект не интересен. Он не принесет быстрых денег. Виктор Михайлович, я не согласен. Это, ну, в общем-то, если действительно так люди бизнеса от туризма думают, то это абсолютно примитивный подход. Это все равно, что, ну, как, да, конечно, Крым, прежде всего, здравница. Он был и остается здравницей. Здесь прекрасные природные условия, самое лучшее море, я считаю, в мире. Не самое чистое, но оно все еще самое лучшее, я считаю. Потому что родное. Нет, 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 нет. Средиземное море, и это другое. Я боюсь ошибиться, но где-то, наверное, лет пять назад... У нас прекрасная, извиняюсь, медицина прекрасная. У нас много прекрасного, но приезжая сюда, и это нужно развивать, люди должны еще и зрелище иметь. Зрелище изучения истории, изучение... То есть это... Духовность должна присутствовать, кроме чисто вот моментов оздоровления и все. Все верно. Несколько лет назад я слышал такую, так сказать, как бы сплетню, скажем так, назовем это так, что господа туроператоры, которые продают путевки, потому что я за достоверность этой информации не ручаюсь, поэтому, кажется, в данном случае я называю это сплетней. На каждый вложенный доллар, имеют доллар прибыли. Вот, так сказать, вам как бы одна сторона медали. С другой стороны, вот у нас в Симферополе далеко ходить не надо, есть небезызвестное горе, так сказать, и несчастье неапольскивский. Коровки ходят, кто-то там пасется, что-то там, так сказать, делает. Кто хочет, копает. Вот, в свое время, так сказать, был построен, благодаря тому, что благополучно разрушился павильон над мавзолеем из Килура, был построен, так сказать, другой павильон, все равно мавзолей разрушил, камни разбросаны и так далее, и так далее. Было очень много разнообразных, так сказать, ходатаев, людей, которые действительно родили об этом памятники, покойный ныне Фронжула, например, вот, оббивал пороги Министерства культуры, у него рабочий день начинался с похода в Совет Министров, вот, затем он шел в Министерство культуры, затем он отправлялся еще, 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 в обком партии заходил, и заканчивался у него рабочий день визитом в Совет Министров. И так каждый день, вот, он обродил по кабинетам, приносил самые разнообразные проекты, вот, создание, там, музеев и так далее, и так далее. Мне в свое время довелось, так сказать, видеть эти все проекты, стоили они они по тем временам, может быть, недорого, может быть, и недешево, вот, но никто не захотел закопать, например, 10 миллионов рублей в Неапольске, для того, чтобы получить в перспективе лет, эдак, через 25, от него прибыль. Посему имеем то, что имеем. Ну, там был очень большой, так сказать, проект, вот, по созданию самого музея, павильона музейного, экспозиции, фондов, раскопок, открытия, консервации и так далее, и так далее, и так далее. Я был свидетелем того? Нет, я закончил свою мысль. Дальше он, кажется, ладно, умер Неапольский, фронт жила, еще оставался жив, он новый проект решил предложить. Поле славы на Литовском полуострове, эпоха гражданской войны, море памятников, связанных с этими событиями. Как раз на Перекопский район? Да, да, вот как раз буквально недалеко от Перекопского вала, проезда туда нет, ничего туда нет, надо там построить определенную инфраструктуру, запустить, кстати, этот регион, сделать из него турпроект. Кто сейчас вспоминает о поле славы на Литовском полуострове? Да никто. Кому он, кажется, был в течение 30 лет нужен? Да никому. Не будем, кажется, ходить в глубокую древность, наверное, где-то лет 10 назад, может быть, была идея создания этнополиса под Кизилкобой, там, где сейчас гольф-клуб, если мне память не изменяет. Вот я ходил там и ходил... Это в районе Ялты, да? Нет, это в районе Красных пещер. А, Красные пещеры. Вот там, где стоят те, кто контролирует уровень воды в речке Саучхан, а рядом гольф-клуб. Вот на этом месте предлагалось создать этнополис. Это то, о чем вы говорите. Национальные костюмы, национальная кухня, национальная архитектура. И все это, кажется, работает на один большой, так сказать, турпроект. И где тут этот этнополис? Динозавры сейчас там, да. Виктор Михайлович, там сейчас динозавру по 150 гривен за вход. Сергей Карпович, как вы считаете, оно имеет какую-то перспективу? Ну, перспективу оно может иметь тогда, когда власти тоже этого хотят. Сейчас разгар предвыборной кампании. Мы о политике не говорим. И тогда, когда происходит процесс приватизации объектов, обычно приватизация происходит, ну там где-то, достаточно льготные цены. То, что происходило, это наша история, это наше, даже не десятилетие, а пятилетие назад. Я сам присутствовал. Потом уже Неаполю-Скифскому, то есть тогда, когда конкурс проводился нашим фондом имущества Крыма, по приватизации гостиницы Ялта, мы предложили проект реконструкции, ой, не Ялты, Москва. Проект, в том числе, и реконструкции вложения денег в Неаполю-Скифске. Но отдали тому, кому надо было отдать. Просто гостиница Москва была отдана тому, кому... То есть, это люди, проводившие и управляющие, вернее, этой ситуацией, делали те, которые, ну, в общем-то, думают только о своем кармане. Нет, просто вопрос решен был именно так. Нужны были быстрый оборот средств. Это продали, сюда вложили деньги, получили прибыль. То есть, когда люди перед глазами видят только деньги, это не люди. Это они обречены. Они, прежде всего, сами себя задавят, вот как-то в детском мультике антилопа вот этого вот, этого... Ну, мало золота, мало золота, и он... Просто в золоте там утонул. Золото утонул, да. Черепки превратилось. Поэтому я считаю, что человек должен развиваться, и вообще общество должно развиваться, конечно, обязательно многостороннее. Понятно, что материальная основа должна быть в любом деле, потому что без этого... То есть, тогда, когда людям нечего есть, они глубокой историей не будут заниматься. Не будут заниматься, да. А тогда, когда мы, в общем, живем нормально, и там хлеба и зрелищ, то есть, в комплексе все должно быть. Это старая аксиома. Хотя есть, кстати, и обратного рода примеры. Есть люди, которые, кстати, полные, раненые на всю голову, которые только этим и занимаются. Мы несколько таких знаем. Вот Виктор Михайлович один из таких людей, которые... Мы знаем такого человека очень интересного, который живет в городе Севастополь, Павел Михайлович Лешук. Так вот, в голодные 90-е годы, вот он рассказывает, говорит, и даже люди приезжают, и готовы что-то даже заплатить, и деньги нужны позарез, даже не за что заплатить. И я, говорит, я знаю, что я из земли достал, я это все иду и сдаю, потому что... Что самое главное? То, что вокруг есть люди, самое главное их объединить, этих людей, в общность, какой-то коллектив, какую-то организацию, какой-то клуб, назовем его, которые живут именно этим. Безусловно, деньги для этого нужны. Деньги присутствуют везде. И деньги в данном случае, вы правильно заметили, это инструмент. Конечно. Им можно воспользоваться в нужном направлении или в ненужном направлении. В 2005 году у нас выборы были, когда пришел действующий мэр, у него в команде работал один такой интересный человек, который пригласил нас и сказал, говорит, ребята, надо сделать что-то такое, чтобы Симферополь стал центром, туристическим центром. Мы посидели, подумали. Мы решили, мы предложили развивать исторический туризм на основе стоянки первобытного человека. Там даже был субботник организован в один из первых месяцев власти действующего мэра. Вы имеете в виду пещеру Чикурча? Да, пещеру Чикурча. Туда сначала бы как-то проход от больницы был открыт, доступ к ней, к телу-то. Этот проект, он также... Понимаете, когда люди не видят перспективу, они ее не видят, они не понимают, что это место, и его можно создать, можно создать мифы. Тот же самый поселок Гаспро. Мы отвлечемся от Симферополя, поселок Гаспро, в котором уникальнейшее архитектурное сооружение, которое разрушено, но тем не менее, оно интересную историю имеет. Это крепость Харакс, которая не используется Гаспро, но никак. Мы были в этом поселке, мы его изучали, мы поняли, что местные жители не знают, что такое Харакс. Дело в том, что... Санаторий Днепр, несвободный вход. Там двойная проблема. Дело в том, что это режимная территория. Поэтому там... О, широком-то... На налоговая администрация Украины, на налоговую администрацию Украины, на территории, которые у их санаторий или пансионата, он правильно Днепр, да? На самом деле там можно сделать этот туристический маршрут? Этим никто не задавался. Нет, дело в том, что санаторий Днепр, он в свое время был в ведении 4-го главного управления Министерства здравоохранения СССР. В северское время, да. Там отдыхали министры, замминистров, и, так сказать, люди этого уровня. В последующем, так сказать, кому он там перешел, я, так сказать, не отслеживал, да и не сильно, так сказать, интересовался. А территория самого Харакса, то есть этого объекта античного, она находится в ведении Министерства обороны. Дело в том, что на этом территории находится Харакский маяк, Айтодорский маяк. Вот. Это гидрографическая служба, это режимное, короче, предприятие, которое должно обеспечивать судоходство на Черном море. Поэтому открыть эту территорию для свободного посещения практически нельзя. Оно должно быть регулируемое. Совершенно верно. А вот, к сожалению, на сегодняшний день, да. Вот маленький интересный факт по поводу как раз... Но в санатории Днепр есть маленький музейчик для внутреннего употребления, который был создан именно благодаря материалам, которые, кажется, были получены из раскопок. Что самое интересное, до сих пор на территории вот санатория Днепр под одним кустом, на одном газоне, там на другом газоне лежат предметы, имеющие происхождение достаточно глубоко историческое. Там, в частности, лежат такие фрагменты трубок, которые соединялись и был наложен водопровод в крепости Харакского. Самое интересное, они валяются вокруг. Знакомый проект в свое время пришлось с ним заниматься. На самом деле, вот смотрите, по маяку там интересная вещь. Я знаю, но смотритель маяка, там у него есть очень интересный музей. Да. Очень интересный музей. Музей в небольшом запустении. Это тоже один из раненых на всю голову, говорится, Юрий Иванович Тюрин, он в свое время был начальником гидрографии в Севастополе. А теперь есть еще одна интересная вещь. Вот Крым упускает каждый год. Уже будучи в отставке, ушел в кругосветку. Мы все это знаем. А вот самый интересный факт. Крым не использует, вот мы все ищем инвесторов, власть наша ищет инвесторов. Пытается инвесторов найти там в одной стране, потом в другой, потом в третьей. Я говорю, ребят, ну на самом деле, вот какой интересный у нас факт. у нас на открытие маяка присутствовал король Дании, который являлся родственником Николая II. Почему вам не сделать какой-то юбилейную дату, не пригласить власти Дании на вот это вот, поддержать вот такую вот традиционную какую-то нить, связывающую нас? Мы вернемся к Крымской войне. Нигде на территории Украины, нигде не было такого количества иностранцев, как было во время Крымской войны. Тех же самых британцев, тех же самых французов, турок или сардинцев. Вот, Сергей Карпачев, вы были у нас на лагере под Балаклавой, это вот когда только все зарождалось. Благодаря Крымской войне мы познакомились. Да, и вот благодаря Крымской войне, благодаря тому фестивалю на форте Северной, который мы проводили в Балаклаве, по большому счету, вот у нас зародилась та дружба, которая нам позволяет, благодаря вам и благодаря сети магазинов Фуршет продолжать вот то начатое нами дело. Мы их начали делать, когда мы начали делать фестивали, мы тоже поняли, с чем столкнулись. Тем, что собираются энтузиасты. Собираются энтузиасты, и это очень здорово, что есть такие люди, которые повернуты на истории, назовем это так. Я взялся этим заниматься, после того, как меня знакомили с тем, что на 150-летие было запланировано организация мероприятий на поле Альминского сражения. Оно не произошло. И вот Сергей Викторович Ченок, в частности, я его считаю вообще крестным отцом этого движения, он говорит, Сереж, ну не получилось у нас сделать в 2004 году мероприятие, хотя практически весь мир на это все дело откликнулся. Ну и потихонечку начал, 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 начал. Благодаря помощи вот Сергея Карпачева этот вот проект, он живет. Он живет интересной жизнью. Мы как бы отдельно, власть отдельно. Нас поддерживают очень хорошо и Бахчисарайская администрация, и Балаклавская администрация, и там и местные, допустим, тот же самый поселковый голова Вилина, Пучкова, Людмила Андреевна. Нас все поддерживают. Но я как-то вот на это все дело смотрю, они вроде с одной стороны поддерживают, а с другой стороны, мне так кажется, они не сильно верят в перспективу. А я почему так говорю? Потому что вот у них какое-то интервью идет где-то вне, вот они где-то общаются, как я себе предполагал, это об этом надо говорить, о том, что давайте мы там, вот у нас там сражение есть какое-то, люди должны чем-то гордиться. Вот когда люди гордятся тем, что они живут в Крыму, и в Крыму там допустим, и датский король был, который открывал маяк. Сергей Леонидович, вот я, может быть, скажем так, повернул немножко в другую сторону. Когда вот у англичан спрашивают, да, почему у вас такие газончики красивые, когда их спрашивают, почему у вас такие газончики красивые, вот как вы, кстати, добиваются, мы их подстригаем. А как часто? Говорят, да 300 лет. А теперь... Речь идет о чем? Вот вы говорите, что традиция, да, значит, у нас нет пока традиции, отношения вот к тому... Да у нас власти меняются каждые полгода. Власть, пускай себе, в Англии тоже власть меняется, а традиция остается. Самое верное, что традиции, которые вот у нас отняли? У нас... Не, ну подождите. Взамен ничего не дали. Не, ну подождите. Вот вы так поставили вопрос. У меня отняли. Кто пришел, отнял, зачем пришел, а почему вы отдали? Традицию отнять нельзя. Вот то есть, как у дворянина, его, так сказать, родовой титул, у него отнять нельзя. Только в одном единственном случае. Высочайшим повелением императора за преступление. Совершенно, так сказать, против чести и достоинства дворянина. Он может его лишить дворянского звания, поломать у него над головой шпага, отдать в солдаты или выслать в Сибирь, как это было в 1825 году. Во всех остальных случаях у вас титул. Отнять нельзя. Это ваша честь. И если это происходит, вы просто перестаете существовать. А титул у нас подкреплялся еще и гербом, правильно? Это не обязательно. То есть, как его можно отнять? Раз позволили отнять, значит, вы уже не имеете того, что у вас отняли. Другое дело, что мы не можем сейчас, и это, наверное, процесс очень длительный, он должен произойти у нас в голове, в наших мозгах. Мы должны сами захотеть создать эти традиции и их сберегать. Мы готовы к этому. Просто, вот смотрите, мы пытаемся это сделать. Вот давайте, кажется, подойдем к вопросу очень просто. Вы готовы? Я готов. И он готов. Давайте мы втроем, каждый день, просыпаясь утром, как, допустим, делают американцы, поднимают у себя перед домом флаг и слушают гимн. Они это делают на автопилоте. И попробуйте сейчас, вот мы можем не любить американцев, мы можем восхищаться им. Что угодно может происходить. Они могут совершать, кажется, правомерные действия. Они могут совершать неправомерные действия во всем, так сказать, белом свете. Мотивируют любыми, так сказать, интересами, чем угодно. Но, когда вы американцу скажете, что американцы где-то поступили неправильно, он вас порвет. Потому что они верят в свой патриотизм. Ему абсолютно все равно, правильно поступают американцы там или неправильно. Это его страна, и она всегда делает правильно. Почему мы должны себя убеждать в том, что мы что-то делаем неправильно. Мы здесь все для себя, для себя любимых, делаем правильно. Но мы не используем потенциал, не используем. И мы должны просто вот так вот с этой мыслью просыпаться и засыпать каждый день. Я здесь, на этой земле, живу правильно. Готов. Я на этой земле сохраняю памятник. Пришел, так сказать, не нужно мне ценное указание какого-то райисполкома или чего-то. Пришел, так сказать, и выдрал травку. Посмотрел, что камень неправильно, кажется, съехал. Взял и поправил. Просто взял и поправил. И все. И больше ничего не нужно будет, когда каждый не пройдет мимо и не плюнет, а возьмет и сделает. Просто так. Не потому, что его потом кто-то наградит или похвалит, а просто так. И вот когда это будет просто в крови, все сразу станет на своем месте. Сергей Карпачев, вы каким периодом крымской истории интересуетесь? Что у вас больше всего? Меня больше увлекает, потому что, ну как, по возрасту я послевоенный мальчик, то есть это вот сороковые родился еще после войны. Поэтому, ну и мой дядька, старший брат матери погиб, будучи подпольщиком здесь в Симферополе. То есть мне эта тема всегда интересовала, ну просто вот работа всегда больше засасывала, то есть я мало времени этому уделял. Сейчас просто появилось больше возможностей и я так пытаюсь создать там небольшую экспозицию, вот касающуюся вопросов Второй мировой войны, причем именно и отечественной войны, я имею в виду, и истории партизанского движения в Крыму, крымского подполя, изучаю в этом направлении вот то, что у нас есть, публикуется, напечатано, ну истории Севастополя, тоже обороны Севастополя. То есть это очень интересно, это очень маленькая кроха из истории Крыма, потому что Крым настолько велик в своей истории, что ну я думаю, что одной жизни не хватит для того, чтобы многие аспекты истории Крыма изучить. и настолько много планов, разноплановая эта история, столько народов прошло через Крым. То есть мы должны гордиться этим и должны воспитывать своих детей, гордость у них эту воспитывать, должны быть патриотами Крыма и делать все, что от нас зависит, для того, чтобы сохранить эту историю и ну познавать. Причем плохие стороны тоже нужно знать. То есть нужно знать история Отечественной войны ну несколько однобока нам преподавалась. То есть вот обычно власть, политики стараются только видеть то положительное, что было сделано этой властью в этой стране во время этого режима или правления этих политиков. Нужно видеть все. Поэтому я стараюсь вот в той маленькой экспозиции, которую только начинаю создавать, то есть видеть все. То есть если мне антикварчики где-то кто-то подарит листовку фашистскую. Я тоже ее пытаюсь в это то есть то есть все должно нужно видеть попытаться увидеть историю глазами людей того времени. Что как обрабатывали население немецкая пропаганда. ну то есть вот и несмотря на все на это то есть вообще вот многие изучающие историю отечественной войны наши историки историки ну российские историки ну говорят что вообще-то невероятно и странно что мы ее выиграли. То есть Германия была настолько сильной и подготовленной к этой войне и они такую работу провели и развед работу и ну агитационную работу да они очень умело использовали национальный вопрос на территории Советского Союза и фраза что Советский Союз рассыпется как глиняный колосс вот из этих республик Гитлера слова это действительно имели место он на это рассчитывал работа была очень серьезно в этом направлении проведена то есть было во время войны 42-й год особенно 41-й начало 42-го это было ну катастрофическая ситуация в общем-то для Советского Союза и несмотря на все это то есть мы эту войну выиграли и в этом вопреки вопреки всему этому эта война была выиграна и нацизм был побежден и те люди которые выстояли то есть вот вашего руководителя вот где-то есть книга я читал Мальдина Андрея крымско-татарский вопрос и партизанское движение в Крыму да он отмечает что крымские татары то есть были здорово обрабатывала немецкая пропаганда их и национальный вопрос не идеальный был в Крыму перед войной не идеальный был то есть и тогда когда сначала крымских татар достаточно много было в партизанских отрядах много было но в 41-м году они оставили большинство но остались единицы крымских татар в 41-м было призвано в общей сложности около 20 тысяч в Красную Армию и плюс потом еще ушли и в отряд потом да баланс несколько изменился в 43-м году там был массовый уход в лес потому что немцы использовали крымских татар в основном в составе 132-й пехотной дивизии при штурме Севастополя и выделили им самую незавидную роль это форт Сталин форт Молотов Шибко они там были применены скажем так в севастопольских боях на любом участке для немцев выехать севастополитов не завидная крисороль потому что там все в общем-то было решено просто были то есть историческая правда что крымские татары те которые остались в партизанах в партизанском движении их осталось ну около 10% от того количества которое было в начале партизанского движения не все так однозначно не все однозначно сложный вопрос 44-й год это не наше время это жуткая война это миллионы погибших это еще миллионы будут погибнуть погибнут еще в этой войне и тогда когда партизанские партизаны больше всего страдали от татарских батальонов которые были сформированы немцами и трудно предвидеть что могло быть в 45-м в 46-м когда вернутся сюда ну те кто страдал от я думаю крымчан вернулось в то время очень мало потому как людей погибло действительно достаточно большое количество но проблемы могли быть поэтому и русская создательная армия которая состояла вот есть такой исторический факт я читал воспоминания одного офицера когда он сказал что ну он рассказывает что их собрали во дворе кинотеатра боян это нынешний Шевченко и им было предложено там приехали агитаторы из русской освободительной армии они перед ними выступили и у них был очень серьезный аргумент очень серьезный аргумент на июль 42-го года он сказал там человек выступил сказал вы брошены были своим командованием там были люди которые дрогнули да там были люди которые стойко дрались на мысе Херсонес и которые перешли на сторону врага ну их тоже можно было бы понять потому что все-таки война это не скажем мирная жизнь это выбор ежедневный причем выбор не просто выбор а выбор между смертью и жизнью надо понимать где тут корень был того же исхода крымских татар из партизанских отрядов вы должны понимать что в восемнадцатом году в семнадцатом восемнадцатом девятнадцатом в двадцатом году то что происходило в крыму то что люди мирный в принципе трудолюбивый народ крымские татары они стали свидетелями жесточайших сцен уничтожения поголовного русских русскими тут такое творилось как говорится и гражданская война пожалуй страшно из всех воин люди видели люди понимали нельзя я не думаю что можно каким-то образом даже нам с нашего сегодняшнего положения понимаете в данном случае мы можем искать корни того или иного явления где угодно и мы их найдем и мы их найдем но остается фактом конечно тот что при том что почти миллион двести тысяч граждан СССР являлись коллаборационистами это достаточно большой процент по отношению к общему военнослужащим российской совладительной армии к общему так сказать числу населения это достаточно большой процент с другой стороны разнообразные пропагандистские ходы о том что нацизм хорош там несет благодействие и так далее и то подобное они не сработали потому что реальные действия были совершенно иными конечно с третьей стороны то что как бы мы не оценивали как бы с личных позиций абсолютно субъективно вот эти события но то что произошло 22 июня я в данном случае имею ввиду и произведения Суворова и других писателей сочинителей и так далее и так подобное вот у каждого из нас может быть на это событие свой этот взгляд абсолютно субъективный но 22 июня произошло то что четко проявило черту вот разделило так что другого иного трактования трактования этих событий быть не может 22 июня немцы в 4 часа утра открыли боевые действия с этой секунды перейдя границу они являлись оккупантами и Крым и все и все и этого было достаточно для любого лица жителя территории Советского Союза для них это было достаточно потому что он сражался не за мифические идеи он сражался не за какие-то лозунги он сражался против конкретных оккупантов которые пришли сожгли дом убили детей изнасиловали жену отняли все он против них сражался и поэтому вот это вот она волна она-то и разбудила то на что не рассчитывал пожалуй ни один ни политик ни военный деятель ни один пропагандист вот еще я хочу вернуться к музею результат 45-го берлина ну да фронтовики говорили вот те кто воевали вот люди пережившие войну говорят 42-й год конец 42-го года уже злость была такая у людей на то что принесло на то горе которое принес фашизм что даже оружие это не главное в этом в этой борьбе было то есть зубами готовы были грызть землю для того чтобы разбить врага поэтому я имел счастье знать человека который будучи потомственным дворянином в 18 лет в Лазаревских казармах 22-го июня построил их Горпиченко Павел Филиппович построил на плацу и объявил о том что началась война чему свидетелями они были буквально несколько часов назад вот и по распределению этот человек удивительной судьбы я вернусь к его родителям быстренько расскажу значит человек живет в Подмосковье город Лыткарина фамилия у него Трусов зовут его Николай это человек ну вот как по мне из тех ветеранов которых я знаю это и Шевкиаби Булаева и вот он еще там ряд интересных людей вот он он самый интересный его получается отец офицер царской армии уходит вместе с Врангелем в 20-м году из Севастополя через три года они возвращаются семьей в Советский Союз и он был назначен его отец был назначен начальником артиллерии крепости Севастополя при нем строились батареи Севастополя которые сыграли решающую роль при защите в 41-42 году вот и он юным курсантом попадает на крейсер Коминтерн участвует 72 дня в обороне Одессы являлся бойцом морской пехоты первого полка морской пехоты Осипова могила которого находится в Марьино он принимал участие в обороне Одессы в неуспешных боях на Ишуньских позициях и отступление к Севастополу провоевал он в третьем полку морской пехоты Гусарова что самое интересное когда нам этот человек все это дело рассказывал тут и веришь и не веришь но чувствуется что есть и порода и судьба вот это все равно сыграло свою роль потому что войну он закончил в Берлине в плен он попал как и все те кому посчастливилось остаться живым на мысе Херсонес 4 июля он шел в колонии и он был свидетелем того как офицер НКВД взорвал штабной ну или домик в котором мы его пытались допросить он не снимал с себя петлицы фамилии его Силаев он был свидетелем того как этот человек подорвал себя и подорвал этот дом с офицерами немецкими которые вот его допрашивали вот он убежал из плена и вот здесь начались его самые большие неприятности перешел он линию фронта и попал после фильтрационного пункта он попал в штрафной батальон что самое интересное его перебросили на Ленинградский фронт и он говорит во время одной из атак была атака штрафного батальона на монастырь и вот когда мы немцев из монастыря выбили когда 600 человек поднялось в атаку и добежалось 200 до этого монастыря и вот когда мы начали открывать солдатские книжки немецких солдат и офицеров и на всех книжках была одна и та же надпись это 132 пехотная дивизия у меня проступили слезы потому что это именно та дивизия в составе 11 армии которая принимала участие в штурме Севастополя которая брала его в плен ну вот он говорит в плен он попал его брала 50 дивизия это ефрейтерская немецкая которая была как раз со стороны балаклавы наступала вот и вот он после войны закончил академию после этой академии он был командиром подводной лодки которая участвовала в карибском кризисе он он приезжал в Севастополь мы с ним виделись очень интересный человек и я хотел вернуться к вопросу по поводу музеев на самом деле самым интересным музеем из истории крымского подполья является музей на улице на Ревякино в городе Севастополь уникальнейший музей были вы там смотрели его нет самое интересное в этом музее сохранился быт такое впечатление там стоят парусиновые летние туфельки там висит пиджак там висит кепка которая была модна даже после войны и такое впечатление вот когда вас выводят из зала в котором все экспонаты собраны документы вас просят постоять в этом коридоре постоять помолчать подышать этим воздухом и вы смотрите ну невольно по сторонам вы видите это ведро эмалированное вы видите меня больше всего впечатлили вот эти вот парусиновые туфли а потом вас приглашают в комнату в которой жил подпольщик герой советского союза Ревякин вы смотрите кровать которую подарил отец его жены вы видите из окна улицу которую видели они вы видите эти акации которые видели тоже они вот как по мне это самый интересный музей и подполью вот вы к сожалению вы очень правы подполью отдано очень мало информации и очень мало рассказывается о простых людях о их роли в этой истории потому что здесь было место подвигу самоотверженности тот же самый евпаторийский десант когда на сторону десанта стало практически все мужское население города Евпатория то есть люди до такой степени не поверили что советская власть вернулась в город подпольщики люди неброские вообще-то да евпатория несколько дней была освобождена она находилась а потом что касается музея Ревякина это дом реальный дом в котором все и происходило вот и поэтому их счастье в том что как раз сразу же после войны все это осталось в качестве музея копали в саду буквально там недавно копали разбирали стену и то до сих пор находят какие-то закладки какие-то там то лампы то аккумуляторы то пистолет то еще что-то мы крымчан тех которым не безразличен Крым те которые живут в Крыму те которые живут за границей вы в любом случае крымчане вы должны гордиться тем что ваши корни достаточно глубоки в историческом вообще вот ну как бы конгломерате всего потому что вот эту территорию населяли знаменитые скифы я был в Великобритании и в Великобритании когда мы с историками общались они говорят у нас есть вот ну как бы наша гипотеза относительно того что рыцарями круглого стола являлись скифы ну нам как крымчанам это приятно но у нас верьте если хочется ну с другой стороны приходите в музей приходите в музей в обязательном порядке интересуйтесь историей потому что без того без самосознания вернуть себя необходимо в реалии себя необходимо вернуть к тем корням от которых мы собственно говоря растем и это даст какой-то толчок и в жизни и в карьере и в воспитании молодого поколения которое к сожалению к сожалению в исключительном случае посещает вот тот же самый центральный музей Тавриды хотя желательно чтобы родители в выходные дни приглашали своих детей предложили им и в кино сходить допустим между сеансами посидеть не в кафе выпить чашку кофе у нас пока кафе нету в центральном музее Тавриды но зайти буквально на 10-15 минут посмотреть экспозицию там одну там вторую или третью и вернуться допустим через неделю посмотреть до конца что это даст это даст маленький импульс к тому что у музея появятся возможности средства для того чтобы они открывали экспозиции для того чтобы они могли там приобретать какие-то экспонаты у тех людей которые могут что-то где-то кому-то там кто-то подарить кто-то кто-то все равно будет продавать в любом случае экономические реалии они таковы все это в принципе происходит другое дело масштаб время нам хочется масштабного а это скажем так процессы индивидуальные вот недавно мой колец сын не пришел в музей их класс пошел на экскурсии а он не пошел я его спрашиваю почему вы а что я там все видел он должен был помогать экскурсоводу а я там все видел он неправ он придет со временем потом придет чуть-чуть попозже когда осознает ему самому когда захочется он придет туда а вы вот сказали своем дяде он был в подпуле именно в Симферопольском в Симферополе это Жигулина Роща пригород Симферополя это было там до этого он был военнопленным ну в общем там довольно сложно то есть вся группа была это конец 43-го года начало 44-го вся группа была арестована то есть ее сдали ну и гестапо продержали там месяц-полтора потом расстреляли в Сахозе Красное наверное да? нет скорее всего в Дубках ну Дубки там концентрационный лагерь был что самое интересное военнопленные те люди которые с которыми удалось поговорить которых еще успел застать они рассказывали уникальную вещь значит когда их из Севастополя этапировали в город Симферополь а шли они пешком что все крымчане знали что основная масса защитников Севастополя погибла на рудниках в Кривом Рагу вот это мало кто знает основная масса людей-защитников крепости Севастополь в 42-м году было этапировано в Кривой Рог шли они своим ходом пешком их никто никуда не вез значит что самое интересное те люди которые пытались бежать их били их травили собаками их мучили но им их отправляли в лагеря так называемые штаг-лаг смерти в которых они чудом умудрялись выжить это не говорим сейчас о тех людях которые по тем или иным мотивам или причинам перешли на сторону противника но те люди которые пытались бежать я лично видел человека который бежал из плена он боец морской пехоты седьмой бригады морской пехоты Жидилова он бежал из плена пять раз последний раз когда он четко знал что немцы все равно словят он окунулся в нечистоты и бежал пять суток он был ну вот и кожа у него была разъедена и все но вот воля воля к победе воля мстить отомстить за родной Севастополь вот люди шли на это то что мы знаем а то чего мы не знаем хочется это и знать как раз то о чем я и говорю что результат деятельности оккупантов привел к совершенно непредсказуемым последствиям потому что были разбужены такие душевные силы о которых даже никто не подозревал а мы в любом случае но в нас дух светочек который не убили в семнадцатом году ну вообще если коснуться истории чуть шире и нужно сказать что последнее время спасибо нашим издателям то есть появляется достаточно много литературы в крыму по истории крыма по истории различных мест она бесконечна я считаю что столько было народов здесь и и вот даже последние двести-триста лет она очень насыщена эта история потому что крым настолько разноплановый и географический и вот по культурным памятникам и буквально недавно то есть у меня вот в Кизиловке дачи и я там 15 километров от Симферополя езжу туда иногда проезжал через партизаны через каштановые и когда я прочитал книгу о Саблах это каштановые нынешние я подъехал посмотрел уже другими глазами на это здание которому больше двухсот лет на эти каштаны на этот сквер все в запустении конечно единственное что там табличка висит что во время крымской войны на этом здании госпиталь госпиталь да и что это памятник благодаря этому хотя бы еще немножко присматривают датчик кайфера уже развалилась а так все там конечно в запустении и когда историю этого места это маленькое место Саблы речка Саблы там подавшая Альму это история по существу там описывается всех декабристов там это связано с декабристами это связано и и грибоедов там был бывал и Пушкин там бывал то есть не каждый крупный город может похвастаться такой историей такой историей да как маленькая маленькая деревушка это под Симферополем ну я вот уже удивился когда к нам женщина едет мы говорит мы всей семьей едем из Санкт-Петербурга на машине к вам на реконструкцию но мы вот внимательно изучили историю Крыма мы хотим посетить Саблы я очень удивился тем не менее вот они вот поехали посмотрели а я вот хотел интересную вещь рассказать сейчас вот я запамятовал связанное ну в общем в общем в общем забыл что то еще добавить то есть вот благодаря такие вещи мы узнаем вот благодаря издательствам издателям и печати то есть это тоже тоже очень ценное на что на что нужно обращать внимание и шире изучать и это это конечно и плюс перспективе для туризма безусловно Крым не может развиваться по-другому а я вспомнил что я хотел рассказать дело все в том что в 2005 году когда мы вот разрабатывали именно для Симферополя стоянку первобытного человека хотели сделать проект и крымскую скифию на неаполискифском мне задали вопрос вы можете нам придумать вот такие вот какие-то рекламные ролики которые бы олицетворяли именно Крым ой именно Симферополь и вот мы долго думали 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 мне пришла в голову такая идея значит Одесса у нас славится как приморский город что она рождает очень уникальных людей а я хотел сделать следующим образом а я хотел сказать что эти уникальные люди вдохновение свое получали именно в городе Симферополь и я к этому как одесситы говорят что ихнее море омывают наши берега совершенно верно поэтому а здесь мы хотели пойти другим путем мы хотели сказать о том что вдохновение приходило к людям именно в городе Симферополь и привели доводы о том что потенциально таблица Менделеева Менделееву могла присниться в Симферополе потенциально да и Курчатов который ну выдающимся ученым мог у него мысли могли зародиться именно в городе Симферополь и Лев Толстой который был офицером при крымской армии да то есть здесь у него произошел у него же во время крымской войны произошел перелом и на самом деле его творчество ну как бы оно все все это показывает ну он как бы попробовал себя на писательской стезе и стало получаться и вот получилось но получалось у него же я не думаю что он там писал под пулями писал там во время там обстрелов он писал в то время когда мог находиться в относительном спокойствие ну это как бы своеобразные дневниковые ну не дневниковые такие вот записи по воспоминаниям и впечатлениям которые естественно делались не прямо вот немедленно сейчас ну это понятно а спустя какое-то время уже естественно прошло осмысление сейчас интересный факт который подчеркивает этот вот 150-летие Толстого 150 лет по-моему да дата или сколько ну нет побольше больше да вот не могу сказать это юбилейная дата сейчас да и обратилась столетие со дня смерти да наверное столетие со дня смерти да и обратилась внучка Толстого к космонавтам где-то на выставке в Париже подошла к российским космонавтам и как-то приурочить вот эту юбилейную дату что-то нужно сделать для памяти Толстого решили на станцию космическую станцию МКС да отправить книгу Толстого то есть поскольку война и мир слишком объемная там есть решили севастопольские рассказы взяли севастопольские рассказы в библиотеке Севастополя издательство Таврида изданное симферопольским издательством типография Таврида напечатана вот видите родные корни на МКС ее осветили значит там ну обработку провели то есть в космос отправляется все обработанное в упаковке и вот отправили она какой-то период полгода будет там а потом как реликвия будет возвращена в Крым не в Крым не в Крым в Ясную Поляну в Ясную Поляну ясно но вот хочется закончить программу на следующей вот такой фразе обсудив сегодня Крым можно сказать что колыбель цивилизации колыбель богов это наш любимый Крым ну что-то здесь что-то здесь хорошее зародилось в любом случае то есть и религия отсюда ушла светоч религии ушел на ну вот на православный наш мир из Херсонеса я не знаю тут можно приводить много каких-то вещей интересных теми же самыми скифами нужно гордиться те же самые тавры да нужно просто гордиться просто гордиться да спасибо вам за внимание спасибо вам за то что вы нас смотрели уделили я надеюсь что вы что-то для себя подчеркнули интересное до следующего четверга в 19 часов по киевскому времени мы пригласим гостей в программу знай люби гордись спасибо большое за внимание это СИТИ ДЕФЕМ 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 ДЕФЕМ